Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Практически у каждого современного гаджета, не только телефона, имеется специальный разъем, позволяющий вставить карту памяти. И случаются ситуации, когда, вставив карту памяти в телефон, он ее попросту не видит. Или может выводить сообщение о том, что карта не работает, устройство повреждено, не поддерживается или возникли другие проблемы. Далее в видео я расскажу о возможных причинах такой проблемы и как ее исправить на андроид-устройстве. Итак, начнем. Первое, что стоит проверить, это контакты карты памяти. Бывают случаи, что контакт попросту отошел, окислился, или в разъеме для карты на телефоне скопилась пыль, после чего устройство просто не видит ее. Для начала достаньте ее с порта и попробуйте вставить обратно. Если это не помогло, попробуйте почистить контакты на карте. Возьмите ластик и аккуратно потрите контакты. Если есть доступ к контактам, в телефоне можно потерять и их. Если это не помогло, возможно причина более серьезная, и были повреждены контакты в самом телефоне, или карта памяти вышла из строя. Чтобы убедиться, в чем заключается причина проблемы, попробуйте подключить к телефону другую карту. Если повреждены контакты в телефоне, то не будет видеть любую другую карту. Если же неисправна сама карта, то она не будет работать и на любом другом устройстве. Следующая проблема – неподдерживаемая карта. Каждое устройство имеет максимально поддерживаемый объем накопителя. В таком случае, если вы видите подобную ошибку, возможно ваш телефон попросту не поддерживает карты с таким объемом. Если вы столкнулись с тем, что телефон или планшет не определяет карту памяти, проверьте его характеристики и убедитесь в том, поддерживается ли тот объем и тип карты памяти, который вы хотите к нему подключить. Еще одной проблемой может быть поврежденный сектор. Для проверки, что проблема именно в этом, вставьте карту в картридер. Если он ее увидел, то тогда можете смело пробовать ее чинить. Для этого войдите в раздел «Мой компьютер» и выберите там свою карту. Нажмите на нее правой кнопкой мыши и войдите в «Свойства». Далее в открывшемся окне найдите вкладку по названию «Сервис» и выберите проверку диска на ошибки. После завершения проверки необходимо достать флешку из картридера и вставить телефон, чтобы проверить, будет ли он видеть ее сейчас. Если данный метод не исправил ситуацию, то можно использовать крайнюю меру и произвести форматирование карты. Если картридер распознает ее, то скопируйте с него в компьютер все важные файлы, потому что во время форматирования все будет удалено. Еще одна из самых распространенных ситуаций – это когда устройство не распознает карту памяти. При подключении карты на экране смартфона отображается сообщение, что SD-карта не работает, устройство повреждено или не поддерживается. В примере сообщений вы сейчас видите на экране. И при нажатии на сообщение телефон предложит отформатировать карту или настроить ее как портативный носитель или внутреннюю память. Но не всегда такое уведомление значит, что карта действительно повреждена, особенно если она работает или использовалась на компьютере или ноутбуке. В данном случае причина такого сообщения – неподдерживаемая Android файловая система, например, NTFS, или просто отсутствие какой-либо файловой системы, что может получиться при некоторых манипуляциях с картой памяти на компьютере. Что же делать в таком случае? Есть несколько вариантов решения проблемы. Первый – если на карте памяти присутствуют важные данные, перенесите их на компьютер, используя картридер. А затем отформатируйте ее на ПК, FAT32 или XFAT. Или же вставьте обратно в телефон и отформатируйте как портативный накопитель или внутреннюю память, нажав по уведомлению о неподдерживаемой или поврежденной SD-карте, либо зайдя в настройки – Хранилище – SD-карта, меню – Форматировать. И второй – если на карте памяти отсутствуют важные данные, просто нажмите по уведомлению о том, что SD-карта не работает, либо зайдите в настройки – Хранилище, и в разделе «Съемный накопитель» нажмите PSD-карта и выберите вариант форматирования карты памяти. В том случае, если телефон или планшет не может отформатировать карту памяти, попробуйте сделать это на ПК. Подключите карту ПК с помощью карт-видера, откройте мой компьютер, правой кнопкой мыши по накопителю «Форматировать». FAT32 Такое же сообщение о повреждении карты или о том, что она не поддерживается на компьютере, может возникнуть, если она использовалась как внутренняя память на другом устройстве или же на текущем, которое было сброшено к заводским настройкам. В данном случае остается только форматирование, при этом все данные будут утеряны. У нас на канале есть хорошее видео о том, как восстановить данные с карты. Ссылка в описании. Если ни один из записанных выше вариантов не подошел и Android все так же не реагирует на подключение карты памяти и не видит ее, попробуйте сделать следующее. Если при подключении к компьютеру карта памяти не видна в проводнике, но отображается в управлении дисками, найдите здесь вашу флешку, кликните правой кнопкой мыши по одной из разделов и выберите пункт меню «Удалить том». Затем кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите пункт меню «Создать простой том», после чего подключите к Android-устройству. Если форматирование средствами телефона или на компьютере не удается, попробуйте использовать специальную утилиту SD Card Formatted на компьютере. Потенциально она поможет увидеть и выполнить форматирование карты памяти даже в том случае, когда в проводнике она не видна. Существуют поддельные карты памяти, часто приобретаемые в китайских интернет-магазинах, на которых заявлен один объем памяти, и на компьютер он и отображается, но фактически объем меньше. Это реализируется с помощью прошивки. Такие карты памяти могут не работать на Android. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.